Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас в мире все говорят о второй волне коронавируса. Вот как вы считаете, может ли она дойти до Петербурга? И если да, то когда это произойдет? Ну, во-первых, это действительно может быть. Это происходит, когда резко возрастает интенсификация общения. Соответственно, этому способствует, если обращаться к России, установившаяся хорошая погода летом. Хотя, если опять-таки посмотреть в мае, то в мае самая была дождливая погода в Москве, и это способствовало, так называемому, коэффициенту самоизоляции существенно более высокому, чем в Санкт-Петербурге, где была солнечная погода. И Москва достаточно быстро прошла пик заболеваемости, это 11 мая, и начала опускаться. Санкт-Петербург недели 2-3 держался на уровне, считается, плата по числу заболевших 360-380 человек каждый день. Сейчас мы тоже спускаемся. Это означает, что число выздоровевших больше, чем числа заболевших каждый день. Однако, в связи с введенными снятием ограничений, послаблением ограничений, опять-таки хорошая погода, ряд массовых мероприятий последнего времени, мы видим, что, соответственно, коэффициент распространения коронавирусной инфекции, РТ так называемый, он последнюю неделю в Санкт-Петербурге растет. Давайте все-таки определимся вот в терминологии, что такое коэффициент распространения инфекции. Есть инфицированный больной, и, соответственно, если больше единицы, это он может заразить одного человека. Каждый инфицированный заражает одного человека. Максимум в Санкт-Петербурге он достигал семи. Семи это как раз было в районе конца марта, когда мы ввели самоизоляцию и ушли на самоизоляцию. То есть мы уходили при коэффициенте семь, то есть один инфицированный больной заражало семь тех, с кем он общается. Это может быть в транспорте, это может быть беседа, это может быть семья, это может быть работа. С чем было введение как раз, собственно, самоизоляции. И сейчас? Нет, конечно, это не есть вторая волна, это тревожный симптом. Вторая волна, все-таки мы назовем второй волной то, что когда у нас число заболевших, активных больных, это минус, значит, выздоровевшие, минус умершие, будет сопоставимо с тем, что у нас было на пике. А это на пике было у нас 10 тысяч больных, а сейчас у нас 4 тысячи там с чем-то. Сейчас перемещение по стране, разрешено, курортный сезон у нас открылся с первого числа. Вот к каким последствиям это может привести? Санкт-Петербург, он где-то в 6 раз менее зараженный, чем сейчас Москва по состоянию на сегодня. Вот если посмотреть, то в Москве на 100 тысяч 511 больных, а у нас 78. 6,5 раз. То есть гости из Москвы, они на самом деле представляют некую сейчас вот угрозу для Санкт-Петербурга, потому что там 6,5 раз выше уровень зараженности населения, чем у нас. Можно будет произойти всплеск, мы его наблюдаем в разных регионах, которые почти выздоровели и исцелились. То есть кривая опустилась, что называется, практически до нуля заболевших, а потом пошел разгон, можно и превысить. Например, у Соединенных Штатов это активно показывает, там, ну, критическая ситуация, связанная с массовыми беспорядками, если мы ее посмотрим. Было 211 тысяч новых больных за неделю, рекорд в Соединенных Штатах. 8 недель было падение, дошли до 140 тысяч, и уже выпрыгнули за 3 недели 288 тысяч. Россия, слава богу, пока медленно, но верно, вот движется в сторону уменьшения. Не могу не спросить про маски. Вот маски все-таки помогают защититься или не помогают? Маски помогают, потому что человек может там кашлять, человек может чихать. Это вообще будет 3-4 метра. То есть у нас есть расчеты моделирования, когда человек кашляет в автобусе. И как вот это облако, которое, ну, во многих случаях там невидимое, плохо ощущаемое, но с микрочастичками оно распространяется по автобусу. И следующие сидящие, стоящие люди находятся в этом облаке. На самом начале эпидемии были проведены исследования. Мы следим за всеми международными исследованиями. Когда человек просто бегает по парку, и за ним, ну, скажем, такой же второй бежит. Так вот, было рекомендовано первое, не бежать за, значит, лидером, потому что если он инфицированный, то за ним распространяется отдыхание, вот этот след на 6 метров. То есть ты должен бежать за ним, да еще в стороне, а лучше больше, чем 6 метров, когда, ну, тяжелые микрочастицы, по крайней мере, осядут. Поэтому маска, она хотя бы минимизирует вот такие вот распространения, но инфекции, в данном случае, частичек в воздушной среде. Что касается школ и детских садов, как вот здесь вы считаете, как начнут учебный год новые школьники и учащиеся детских садов? Скорее всего, с теми же самыми мерами предосторожности, вот, со стороны и преподавателей, учителей, потому что они должны пройти в первую очередь тестирование, мы достаточно много там тестирования делаем каждый день. И здесь в первую очередь тех, кто идет, ну, заходит в аудиторию, они должны быть достаточно регулярно тестироваться. Но это будет не дистанционное обучение? Ну, по крайней мере, сейчас сказать, что точно мы начинаем, как в прошлом году, я бы сказал, пока преждевременно. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. И, скорее всего, всегда лучше закладывать два сценария. Когда у нас, скажем, в Санкт-Петербурге появится, приедет учиться, ну, порядка 100 тысяч иногородних студентов, суммарно всех, и первые курсы, и старшие курсы, и так далее. Предположить, что если там даже 10% среди них инфицированных, то это 10 тысяч, это как раз пик тот, который у нас был. Это предъявляет высокие требования, что, на самом деле, конечно, должно быть тестирование сделано для этих студентов, потому что они приедут из разных регионов, где, скорее всего, еще во всю эпидемию распространяется. То есть человек может заболеть и коронавирусом, в теории, и коронавирусом, и ангиной, простудой, гриппом? Да, но вот как мы сейчас видим, там же много больных пневмонии. И далеко не всем двусторонняя пневмония, атипичная пневмония и так далее ставится диагноз COVID. Это в основном уже, когда он уходит, умерший, тогда консилиум решает, от чего же это он все-таки умер. Вот, и на самом деле взаимное влияние всех таких вещей, оно, ну, понятно, что если коронавирусная инфекция там в такой мере первый раз, то оно еще и в полной мере не изучено. Вот, поэтому можно предполагать, что возможно и достаточно сложное взаимное влияние, но в отрицательную сторону. Сейчас в Петербурге, в том числе и петербургские медики, разрабатывают вакцину против коронавируса. Как вы считаете, насколько вообще эффективен вот этот вот путь вакцинирования? Или все-таки коронавирус это навсегда, и все должны им переболеть? Вакцину разрабатывать надо, безусловно, и этим занимаются, ну, несколько десятков, я думаю, команд в разных странах мира. И обсуждается вопрос, что если будет разработана эффективная вакцина, она должна стать достоянием человечества, а не только, значит, вот бизнеса. Вот, с другой стороны, нужно понимать, что вакцины разрабатываются, это очень дело серьезное, достаточно долго, и вот так обнадеживать, что у нас появится скоро, к концу года, например, инструмент, который будет полноценной там вакциной, это очень такой вопрос, скажем, спорный, открытый. Это было бы очень хорошо, но, по крайней мере, это крайне редко такое удавалось в истории, чтобы за столь короткий срок можно было бы провести, разработать вакцину, провести клинические испытания и так далее. С одной стороны, это хорошо, и движение в правильном направлении, но, с другой стороны, значит, когда это будет, это еще вопрос. Сейчас главный вопрос, наверное, который всех волнует, когда же это все закончится? Дальше следующая тоже такая дата, период, это октябрь, когда тоже, возможно, вторая волна, это сезонное похолодание у нас, и в это время всегда случаются вспышки острых респираторных вирусных инфекций. И мы бы еще толком не понимаем, как может это наложиться. Одна волна, нисходящая коронавирусная волна, и, соответственно, вспышка. Поэтому это тоже нас поджидает. Нам придется через это пройти, принимая все необходимые меры предосторожности, о которых я и говорил. То есть расслабляться не приходится. Алексей Иванович, спасибо большое за интервью. Пожалуйста, большое. Спасибо большое.